Чем дальше мы уходим от войны, тем ближе нам становятся солдаты. События тех лет и памятные даты, и первые, и последние бои. Чем дальше мы уходим от войны. КОНЕЦ Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет над нами! Ах, война, что ты сделала, подлая! Стали тихими наши дворы! Наши мальчики головы подняли! От возрастаели они до поры! Это страшное слово «война» разорвалось фугаской. Мрак извергло из ада во дна и застыло посмертную маской. Это страшное слово «война». 50 дней борьбы на гомельском направлении имели важное стратегическое значение, так как гитлеровское командование вынуждено было оттянуть Гомелю со Смоленского направления значительную часть своих войск, и этим самым было ослаблено наступление на Москву. После взятия Гомеля, в нем, как и на остальной территории Белоруссии, был установлен оккупационный режим. Но на протяжении всей оккупации народ вел активную борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Не стали исключениями и подростки, которые воевали на ранее со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских отрядах. Витя Кучерявый, гомельчанин, на начало войны 14 лет. Пионер, участник подпольной группы паровозоремонтного завода. Вместе с другими подпольщиками минировал паровозы, чтобы сорвать врагу подвоз оружия и боеприпасов к фронту. Его дважды расстреливали фашисты. Остался в живых. Борис Цариков, гомельчанин, на начало войны 15 лет. В декабре 1941 года попал в партизанский отряд знаменитого народного мстителя батей. Взрывал немецкие эшелоны. В декабре 1942 года добровольцем пошел в действующую армию. 30 октября 1943 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза. 15 ноября 1943 года от вражеской пули отважный юный боец Борис Цариков погиб. Витя Тюфяев, гомельчанин, на начало войны 13 лет. В ноябре 1941 года вошел в группу подполья. С риском для жизни юный подпольщик выполнял различные поручения. Узнавал о передвижении немецких частей по железной дороге. Распространял листовки подпольщиков. Собирал оружие, которое передавал подпольной группе. В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года линия фронта проходила в самом городе. И многие жители ушли из него. Но Витя остался в городе, чтобы встретить наши войска. Мальчишки, девчонки, в военной поры мы вам до земли поклониться должны. Вы мстили за павших, вставая с ружьем. Вы шли в рукопашный запоруганный дом. Вы связь обеспечивали для партизан. Вам ангел победы в руки был дан. И кто-то из вас не вернулся домой. А кто-то сейчас, слава Богу, живой. Девчонки, мальчишки великой страны. Мы вам до земли поклониться должны. 22 июня 1941 года. 9 мая 1945 года. Две страницы календаря. Два дня жизни планеты Земля. Два дня истории человечества. Эти даты отмечены в календаре разными цветами. Один красный, другой черный. 9 мая праздник победы советского народа в Великой Отечественной войне. 22 июня день памяти и скорби о всех погибших в этой войне. Дети всей земли, елецей в вашей сне. Мир дальше изменить смогли. Жили, что не внусь. Ели дальше, что без слез. Мире без войны. Я нарисую яркие сонки. Я нарисую синее небо. Я нарисую свет в оконце. Я нарисую новостях неба. Мы нарисуем осенние листья. Школу, руки и друзей. Спокойно. Возьмем к нам нашей общей кистью. Вызгоним. Рыб. Огонь. И мой. Поднимите рисунки выше. Чем дальше мы уходим от войны, И нас с тобою тишина объемит, Тем все сильней и ясно не слышны Ее раскаты, сдыгившие землю. Чем дальше мы уходим от войны, Сполна всю горечь этих лет познавших. Не понаслышке, не со стороны, Тем ближе нам воспоминания наши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok